Вспомнил 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 Аккуратно. 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 Все говорят Кремль, Кремль. Ото всех я слышал про него, а сам ни разу не видел. Сколько раз уже, тысячу раз, напившийся лиц по хмельюке, проходил по Москве с севера на юг, с запада на восток, и с конца в конец, насквозь и как попал, и ни разу не видел Кремля. Вот и вчера опять не увидел, а ведь целый вечер крутился вокруг тех мест, и не так, чтобы очень пьян был. Вот щита. О, эфемерность. О, самое бессильное и позорное время в жизни моего народа. Время от рассвета до открытия магазинов. Я покажу вам палок, который находился в Европе. В этом отделении находятся больные, склонные к злоупотреблению алкоголя. При поступлении он был в состоянии тяжелой алкогольной интоксикации. В состоянии он был тяжелым, постепенно поправился. В отделении вел себя очень скромно. Никто из окружающих, ни больные, ни сотрудники не знали, что написать. Я где-то встретил его в 73-м, в 74-м году. Что вы делали? Что вы делали? А помните его в Комсомоле? Поцелуй комсомолчику. Поцелуй тетя Клава. Наливаешь в висолье тройного одеколона и 100 грамм лодки. Размешиваешь все это сиреневой палочкой. Все это размешиваешь и с гухом выпиваешь. Венин привел меня к религии. Он мне в первую же буквально нашу встречу, он мне подарил маленькое Евангелие от Иоанна. Кстати, Лондонское издание. Он всех нас как бы преобразил, дал нам вот ту закваску Евангелия. Хотя сам он крестился буквально года два назад, принял католическую веру. Он всегда говорил, что он крестится как Константин, который крестился перед самой смертью. Чтобы так вот праведному отойти, чтобы принять крещение, очиститься и перейти в мир иной. Здесь живет Ерофеев? Здесь живет Ерофеев. На котором этаже? На 13 этаже, 78-я квартира. А он известен теперь? Известен теперь. Почему? Раньше не был известен, а теперь известен. Книга у него какой-то вышла, я не знаю. Я не читала его. По московскому не писали. Почему? Много очень пьет. Очень много пьет и счастлив. Друзья подкинули мне его как котенка. Посидели вечер, сами ушли, а его оставили на лестнице. Ну вот я выхожу и говорю, ну что же вы сидите на лестнице? Входите. И он вошел. И так и остался. Он не жал, что вошелить получилась так, как она получилась. Бля, я не пугатал, совсем пиздец. Если вам жаль, что так ваша жизнь получилась. Да нет. Вы можете получить такой, какой она получилась. Мне наплевать. Все идет как следует. Если хочешь идти налево, Венечка, иди налево. Я тебя не принуждаю ни к чему. Если хочешь идти направо, иди направо. Я пошел направо, чуть покачиваясь от холода и от горя. Да, от холода и от горя. О, эта утренняя ноша в сердце. О, иллюзорность бедствия. О, непоправимость. Чего в ней больше в этой ношу, которую еще никто не назвал по имени? Чего в ней больше, паралича или тошноты? Истощение нервов? Или смертные тоски где-то неподалеку от сердца? А если всего этого поровну, то в этом во всем, чего же все-таки больше? Лихорадки или столбняка? Ничего, ничего, сказал я сам себе. Закройся от ветра и потихоньку иди. И дыши так редко, редко. Так дыши, чтобы ноги за коленки не задевали. И куда-нибудь да иди. Все равно куда. Если даже ты пойдешь налево, попадешь на Курский вокзал. Если прямо, все равно на Курский вокзал. Поэтому иди уж направо, чтоб наверняка туда попасть. Я лучше прислонюсь к колонии и зажмурюсь, чтобы не так тошнило. Конечно, Венечка, конечно, кто-то запел в высоте так тихо, так ласково-ласково. Зажмурься, чтобы не так тошнило. О, узнаю, узнаю. Это опять они, ангелы Господни. Это вы опять? Ну, конечно, мы и опять так ласково. А знаете, что ангелы? Спросил я тоже. Тихо, тихо. Что? Ответили ангелы. Тяжело мне. Да мы знаем, что тяжело, пропили ангелы. А ты походи, походи, легче будет. А через полчаса магазин откроется. Водка там с девяти, правда, а красненького так сразу дадут. Красненького? Красненького нараспев повторили ангелы Господни. Холодненького? Холодненького, конечно. О, как я стал взволнован. Наливаем не более 50 миллилитров. Берем фужер в левую руку и держим таким образом, чтобы и сообщить вращательное движение фужеру, и немножечко согреть жидкость находящегося в фужере водку. Нюхая изделие, мы определяем его аромат. В рот берем небольшой глоток. Для определения вкусовых качеств изделия служит наш язык. После того, как попробовали изделие, мы закусываем яблоком. Оставшиеся изделия сливаем. Выпитый стакан то клубился где-то между чревом и пищеводом, то взметался вверх, то снова опадал. Это было как в Везувии, Геркуланом и Помпея, как первомайский салют в столице моей страны. И я страдал и молился. Из социальной деградации, все психические расстройства, во все книги прослеживается, так сказать, клиническая картина алкогольного заболевания, которая, в общем-то, является классической. Москва-петушки — это великолепная вещь. Это описание действительно советской действительности. Продолжение следует... Слава Великолепсингу Слава Великолепсинга Слава Великолепсинга Великолепсинга Внимание, внимание! В девять часов шестнадцать минут и четвертого топика отправляется поезд на Петушков. Петушки — это место, где не умолкает птица ни днем, ни ночь, где ни зимой, ни летом не отцветает за спин. Первородный грех, может, он и был, там никого не тяготит. Там даже у тех, кто не просыхает по неделям, взгляд бездонен и я. Там каждую пятницу ровно в одиннадцать на вокзальном перроне меня встречает эта девушка с глазами белого цвета, белого, переходящего с белесой. Это любимейший из потаскух, это белобрысая дьяволис. Да и что я оставил там, откуда уехал и еду? Пару дохлых портянок и казенные брюки, плоскогулцы и рашпиль, авансы и накладные расходы, вот что оставил. А что впереди, что в петушках на перроне? А на перроне рыжие ресницы, опущенные ниц, и колыхание форм, и коса от затылка до полка. А после перрона зверобой и портвень, блаженство и корчи, восторги и судороги. Царица небесная, как далеко еще до петушков. Он не имел ни дома, ни семьи. А в петушки, куда он приезжал? Да, он приезжал туда. Это не был дома? Это не был дома. Они там пили, то есть пила вся деревня, между прочим. В петушках его ждали. Вот мы здесь находимся на трассе Москва-Пекин, где находится столица наших странствий, город Петушкин. Кроме питья, здесь, пожалуй, делать нечего совершенно. Ходили, утром вставали. В одной деревне, если не было водки, шли в другую деревню. Если в этой нет, так шли в третью. Сначала к ней. Увидеть ее на перроне, скосая от попы до затылка. И от волнения заждеться, и вспыхнуть, и напиться в легку. И пастись, пастись между лилиями ровно столько, чтобы до смерти изнемочь. Принеси запястье, ожерелье, шелк и бархат, жемчуг и алмазы. Я хочу одеться королевой, потому что мой король вернулся. Эта девушка вовсе не девушка. Цветит ли в петушках жасмин? К сожалению, я не могу ответить на этот вопрос. Цветит ли у нас жасмин? Вот. Я не знаю. Ну, Ерофеев, во-первых, как алкоголик, значит, нашим жителям, наверное, не понравился. И в то же время это человек, который пишет сегодня для, значит, жителей, и в том числе для жителей района, о том, что вот на его примере нельзя учить, что ли? Нельзя. Нельзя. Вы приехали в Москву с Кольского полуострова со слотой медалью, окончив школу на отличную. Ну, я приехал, как дочка, мне было 16 лет, как туралей, и очень хотел подступить в Москву и в университет. То, что он тогда приехал с севера и попал в университет, это его спасло. За полярным кругом там голод был, ну, я не знаю, как можно говорить о голоде, больше, меньше, но сильнее чувство голода, видимо, было. А вот даже такая ужасно трагическая ситуация, в которой оказалась его мать. Когда отца забрали в 46-м году, и не полагалось к продовольственным карточкам, а детям продовольственные карточки давались. И у матери получилась такая ситуация, в которой она оказалась, ну, так сказать, лишним ртом. Она оставила их, она уехала. И их разобрали в детские дома там. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я думаю, что он не искал этого общества Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Ну, как тут не прийти в отчаяние, как не писать о мужике, как не спасать его, как от отчаяния не запить. Социал-демократ пишет и пьет, и пьет, как пишет, а мужик не читает и пьет, пьет, не читает. И вы смотрите, что получается. Мрак невероства, все сгущается, и обнищание растет абсолютно. Вы Маркса читали? Абсолютно. Другими словами, пьют все больше и больше. Пропорционально возрастает отчаяние социал-демократы, и тут уже не лапит, не клико. Те еще хоть как-то добудились герцены, а теперь вся мыслящая Россия, тоскуя о мужике, пьет, не просыпает. Ну, очень, мол, смешно, чрезвычайно смешно. Но вы, дорогие, очень шутить любят. Правда, никакого, дорогие, зрач, не обнаружили. Они, смотри, вообще ничего не обнаружили. Давай, выберем, да, выберем. Пишетка. Помалка идет. Лет восемь или десять мы жили в Туфяках. Вот когда Вадя нас не привечал, а бывали такие случаи, когда уже его жена утомлялась от нас, с Веней. Потому что комнатка была маленькая, и в комнатке стоял только небольшой диван и рояль. И места совершенно больше не было, мы спали под роялем вместе с Веней. А когда надоедали его жене, и даже ему иногда надоедали, то приходилось садиться в электричку и просто-таки вот ехать по старому любимому маршруту до Петрушков. А потом последний поезд загоняли в тупик. И так в тупиках вот приходила жить и год, и два, и три, может быть, лет восемь. Посыпались рано утром и начинали сразу же говорить, кому бежать в магазин. И тогда мы устроили конкурс. Кто прочтет без запинки стихотворения различных, различных русских поэтов. Скажем, я читаю Кольцова, или Венечка читает своего любимого Кольцова. Я читаю, скажем, Брюсова, Кумилева, Ахматову. И читаем, читаем. То есть, если кто-то запнется или ошибется в какой-то строке, то тогда немедленно должен был бежать в магазин и принести вина. Вы только говорили о литературе вообще? Ну, таким образом мы и говорили о литературе. Вот, здесь хранятся его рукописи, вот в полном смысле слова рукописи. То есть, он действительно писал не за рабочим столом, а писал, ну, всегда и всюду. То есть, это его скитание, это же не жизнь, это скитание. Мотаться там из угла в угол, из города в город, с лавки на лавку, и, тем не менее, не отрывать пера от бумаги, в общем-то. Эти записные книжки, он же их, ну, это его сердце. Все, что он видел, все, что он читал, о чем он думал, о чем он чувствовал, он все записывал. А тоже, когда пил много, писал? Всегда писал, то есть... Ну, дело в том, что он пил много, но это странное было для него занятие, потому что ведь он же говорит, ну что, в нашем понятии пил, это значит сериал голову. А ведь с Ерофиевым это не произошло. Он потерял голос, он потерял там, ну, я не знаю, можно сказать, счастье в жизни, но он голову не потерял. Когда он никак не мог кончить в Альпургию ночь, но его друзья пришли к нему, сказали, ну-ка давай, Ерофейчик, хватит заниматься ерундой, давай докачивать в Альпургию ночь, потому что нужно же продолжать все-таки традиции писательские. Больше в России больше некому писать, давай пиши. Вот, ну, принесли ему водки и за каждую страничку ему наливали стакан. Осторожно! Все пили, запрокинув голову, как пианисты. Начало шелестение и чмоканье, как будто тот пианист, который все пил и пил, теперь уже все выпил. И утонув в волосах, заиграла чуть ферен три со шум леса до диэс минор. Я прочитал у Ивана Бунина, что рыжие люди, если выпьют, обязательно покраснеют. Ну, так что же? Как то есть, что же? А Куплин и Максим Горький так все вообще не просыпались. Прекрасно, ну а дальше? Как то есть, ну а дальше? Последние предсмертные слова Антона Чехова какие были? Помните, он сказал, их штербы, то есть я умираю. А потом добавил, налейте мне шампанского, и уж тогда только кунгер. А Фридрих Шиллер, тот не только умереть, тот даже жить не мог без шампанского. Он знаете, как писал? Опустит ноги в ледяную ванну, нальет шампанского и пишет. Пропустит один бокал, готовый целый акт трагедии. Пропустит пять бокалов, готова целая трагедия в пяти акт. Контролеры, контролеры, загремело по всему вагону, загремело и взорвалось. Контролеры. Мой рассказ оборвался. Собственно говоря, на петушинской ветке контролеров никто не боится, потому что все без билетов. Если какой-нибудь отщепенец пьяную купит билет, так ему, конечно, неудобно, если идут контролеры. Когда к нему подходит за билетом, он не смотрит ни на кого, ни на ревизора, ни на публику. Как будто хочет провалиться сквозь землю. Старший ревизор Семенович все изменил. Он упразднил всякие штрафы и резервации. Он делал проще. Он брал с безбилетника по грамму за километр. По всей России шоферня берет в грачей за километр по копейке, а Семенович брал в полтора раза дешевле, по грамму за километр. Если, например, ты едешь из Чуклинки-вуза от расстояния 90 километров, ты наливаешь Семеновича 90 грамм и дальше едешь совершенно спокойно, разваляясь на лавочке, как негуцион. Итак, нововведение Семеновича укрепляло связь ревизора с широкой массой, удешевляло эту связь, упрощало и гуманизировало. Производим порядка 8 миллионов декалитров. Мы самый крупный завод в мире. Значит, мы здесь выпускаем водки столичная, московская, русская, пшеничная, сибирская, золотое кольцо, посольская. Сколько стоит производство одного литра водки? Один декалитр, если выработки, мы пересчитываем все на спирт, то если нам выпустить один декалитр, да, Минасин, менее рубля обходится. В магазине стоит? В магазине дороже, намного дороже. У нас стоит литр водки 20 рублей. Где вечером, да? Это его право, кто к нему может ходить, но это запретить не может. Кто хочет, тот к нему не ходит. И по сих пор ходит, кто хочет. А сегодня у него будет... День рождения? Да. Да. Ах, мы не знали, тогда я с Севеньком пойду, пускай бутылку ставит. Бутылку поставить. Все. Ты его осуждаешь, а тебе бутылку поставить. Удалься. 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 Он чувствует то, что мы перестаем чувствовать. Вот страх перед смертью, перед взрослением, перед переменами. Без этого наркоза, который он имеет, ему трудно жить. Мне не кажется, что он получает от этого какой-то там, как у нас сейчас говорят, кайф. Какое-то там уж очень приподнятое, радостное настроение. Нет. Просто без этого трудно ему. Не уходи, не уходи. Поскольку любви дождет. Вид, какие красивые цветы. Не уходи. Насильнее. Не уходи. Путь, стопкою, огонь горит в моей груди. А потом, конечно, все заклубилось. Если вы скажете, что то был туман, я, пожалуй, соглашусь, да, как будто туман. А если вы скажете, нет, это не туман, это пламень и лед, попеременно то лед, то пламень, я вам на это скажу, пожалуй, что и да, лед и пламень. То есть сначала стынет, кровь стынет, а как застынет, тут же начинает кипеть, и вскипев застывает снова. Это лихорадка, подумал я. Этот жаркий туман повсюду от лихорадки. КОНЕЦ КОНЕЦ Пламенел закат, лошади вздрагивались. И где то счастье, о котором пишут в газетах. Я бежал и бежал сквозь вихрь и мрак, открывая двери из петель. Я знал, что поезд Москва-Петушки летит под откос. Таких лиц судорог я ждал от вас, петушки, пока я добирался до тебя, кто зарезал твоих птичек, кто вытоптал твой жасмин. Царица небесная, я же петушка. Петушки, клинические проявления алкоголизма и алкогольных психозов, которые мы повсеместно наблюдаем у наших пациентов. Не петушки это нет. Если он навсегда покинул землю, но видит каждого из нас, я знаю, что в эту сторону он ни разу и не взглянул. Топот все приближался, я никак не мог набрать дыхание, чтобы бежать дальше. Я только доплелся до Кремлевской стены и рухнул. Они даже не дали себе отдышаться и с последней ступеньки бросились меня тушить, сразу пятью или шестью руками. Я не знал, что есть на свете такая боль. Я скрючился от муки. Густая красная буква Ю распласталась у меня в глазах и задрожала. И с тех пор я не приходил в сознание и никогда не пришел. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы построили Москва петушки как евангелие? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я их написал без всякой претензии, как я, впрочем, писал и до этого, и после этого. Я писал, опять же, только для приятных друзей, чтобы их поддерживать и немножко опечалить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все ваши книги кончаются ужасом? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ